МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Доброго вечера. У меня к вам будет такой вопрос первый для затравочки. Как давно вы были в каком-то из медучреждений Одессы? Ну, как раз нещодавно я захоррел простудой, у меня была велика температура, и я пішел в свою поликлинику, восьмую, если не помиляюсь, на фонтанской дороге до своего дельничного лекаря, прочекав в черзе, в шаленую спеку, где-то години три, а потом уже безусловно спілкувание с лекарями, бачу, что там происходит, как сами лекари на самом деле стомлены от той ситуации, в которой они находятся, от тех условий работы, в которых они вимушены работают. Потом там процедура такая, что там требуется анализ. Анализы в первую очередь, ну, это минимум, и так далее. Потом переверка, в принципе, могостана здоровья. Я могу сказать, что, действительно, наша медичная система, этой страны, вона осталась, на превеликий жаль, еще в советской эпохе. Поэтому то, что есть сейчас с медическим закладом города, в принципе, неприятным. Ну вот сейчас мы посмотрим небольшой сюжетик о медучреждениях, чтобы понимать контраст, визуализировать тот контраст, который у нас есть, и с тем, что мы могли иметь, но мы этого не получили. И, к сожалению, при том, не получили мы современную больницу скорой помощи благодаря, в кавычках, нашим власть имущим с Думской-1. Но перед этим я напоминаю нашим телезрителям, что в силе наш интерактив. Почему в Одессе все чаще проходят митинги и акции протеста? У нас три варианта ответов. Потому что городская власть закрывает глаза на проблемы людей, потому что всем уже стало понятно, что городская власть грабит Одессу, и просто людям нечем заняться, вот и митингуют. Звоните, оставляйте ваши варианты ответов, и мы в конце будем подводить итоги. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о больнице скорой помощи, которую город, к сожалению, потерял. Одесса испытывает огромную нехватку в современных медицинских учреждениях. Профессиональные врачи, чей опыт ценен и уважаем во всем мире, вынуждены довольствоваться допотопной аппаратурой, принимая больных в обшарпанных зданиях городских больниц. С самого начала всей этой истории это был подарок. Это был подарок инвестора місту. На мой взгляд, не можно так относиться к подарункам, и не можно забирать у жителей города Одессы то, что принадлежит им по праву. Я бы хотел зрозуметь, чтобы міськая влада понимала, что общественность и я лично, мы не против инвестора, мы не против конфликтных, мы не против каких-то незрозумимых ситуаций с инвесторами. Мы за конструктивную работу и за то, чтобы користь в первую очередь была принесена от деятельности міськой влады, от деятельности общественности месту, мешканцам этого места. Одесса нуждается в современных медицинских учреждениях. Мало кого из меценатов волнует здоровье граждан. Впервые этой проблемой озаботился одесский бизнесмен Аднан Киван, который полностью за свои средства построил и подарил городу больницу скорой медицинской помощи, которую возвели по европейским стандартам. Объект здравоохранения был построен за 27 месяцев, а теперь на 20 лет его передадут частной фирме Кардика Асистанс. Городские власти просто не смогли достойно принять такой подарок. Такое безнравственное поведение городской власти плевок в лицо миллионному городу, которому такая больница просто необходима. Продолжаем. Вечер на седьмом. Разруха, распил бюджета и беззаконие. Это тема нашего эфира. Константин, скажите, вот ситуация с больницей скорой помощи, казалось бы, она бредовая, казалось бы, ее невозможно представить даже в страшном сне. Она у нас случилась в городе, который мы позиционируем как город, стремящийся к европейским ценностям. Как так получилось? И почему теперь удивляются, когда собираются многочисленные митинги против этого? Почему городская власть удивляется? Как так случилось? Эта ситуация, в принципе, очень парадоксальна и очень и очень цинящая. Потому что, больше того, цинящая тогда, когда мы вспоминаем, что сам городской глава свой час радовал за больницу в этой лекарне и очень радовал эту инициативу. В сюжете говорилось, что инвестор, в этом контексте, контексте этой лекарне, это даже не инвестор, это меценат. Потому что человек, который, власне, это все забезпечило, с нуля побудовала, она ничего не получила. И та ситуация, когда городской глава в 2014 году, будучи народным депутатом Украины и кандидатом в меры города, ратов и абсолютно вселяко витал всю инициативу и говорил на своих каналах, пиарился на этой лекарне, говорил, что это он не один из тех, кто лобиюет эту тему и сприяет в всех деталях этой ситуации. Но сейчас, когда он стал городской главой, когда лекарня уже была побудована и остался лишь простым правовым механизмом, который до его функции належит просто взяти и вести в эксплуатацию. Натомість, утецкий межский глава зрозумів, что ему особо не будет невигідно, что ничего он особо не отримает, никакого отката, никакого хабаря. Натомість, он понимает, что лучше я передам эту лекарню, по сути, вкраду эту лекарню Одесситов и передам у приватную медичную фирму, которая связана с его бизнес-оточением. Вот что, насправді, является показовым, вот что, насправді, является сценичным, что, насправді, является неприятным. И, звичайно, речь абсолютно закономерной реакцией Одесситов, природной реакцией. Потому что это не вкрасти какие-то пару миллионов гривен на каких-то тендерах на ремонте дорог. Это один из фундаментальных моментов в жизни длительности, в принципе, каждой человек. И Одессита – это право на здоровье, это право на гидное медическое обслуживание. Если, не дай Бог, с вами особисто, с мной, с нашими друзьями, знакомыми или родными, что-то трапится, и мы просто телефонуем по лінії 102, и приедет, звичайно, державная медичная швидка медичная допомога, мы побачим, как приедут автомобили, которые ледь на ходу находятся. Мы побачим, что отсутствие медикаментов в этих лекарнях швидкого допомога. Мы побачим, как нашим родным доведется выкласти кругленькую сумму, чтобы обеспечить нашу родную в скрутной ситуации медикаментами или гидным медическим обслуживанием. Если бы эта лекарня швидкої допомоги, как оно предоставалось с самого начала, была реально безкоштовной, была передана в коммунальную властность, а от же належала Одесситам, и все бы мали реально доступ до гидного лікувания, то я гадаю, что каждый медиканин, каждый Одессит радует принять эту инициативу. Но теперь в этой лекарне, которая была построена с нуля, и на это не было витрачено жоднои копейки местного бюджета, а была построена с нуля медицинским обслуживанием и осталась просто в эксплуатацию, она теперь будет доступна. На превеликий жаль, лекарня, которая построена по новой технологии, и которая, напевно, является уникальной на территориях Украины, она теперь не будет доступна простым Одесситам, потому что она будет належать приватной медицинской фирме, обычной послугой которой, даже на меньшей консультации, обойдется в очень круглую сумму. И простым Одесситам она не будет по кишени. Ну, это такие диаметрально противоположные заявления одного и того же человека. Он был депутатом, он заявлял одно, он стал городским головой, он заявляет другое. Это что, это просто недальновидность? Он сейчас надеется, что Одесситы забыли про предыдущие заявления? Или это такое лицемерие, ощущение вседозволенности у власти? Ну, знаете, лицемерство, напевно, это наивлучнейшее из того, что вы перелечили. На правду, это очень и очень цинично так чините. И вважаючи, что Одесситы, люди, которых ты обрав, которые тебе обрали, которые тебя наняли на работу, ніби они какие-то дурные, не понимают ситуацию, не могут отличить белый от черного. И не могут отличить правду от брехни. И местный глава, кажется, забыл и просто вышел из берегов. Потому что это уже не просто выкрасить какие-то там деньги, ресурсы, коммунальное майно, про которые, наверное, все забыли. Это реально забрати лекарню шутковой помощи, которая действительно очень важна и очень нужна была Одесситом. И то, что он делает, это отстояние интересов, его бизнес-интересов, его бизнес-оточения. Это означает, что міський голова, напевно, втратив почуття самозбережения, втратив почуття, напевно, якоїсь просто людської гідности, потому что идти на такие речи, которые являются одвертыми злочинами, и на то, что даже с законом, просто, в принципе, с моралью взагалі ніяк не вяжется. И так, есть абсолютно закономерный выход Одесситов, как я уже говорил, на улице. И я уверен в том, что эта тема точно замовчена не будет, потому что замовчать ее, в принципе, не можно и неможливо. Поэтому я уверен в том, что Одесситов выйдет еще не на один митинг, стояло всей лекарни. Вот вы частично уже ответили на вопрос, который я планировал вам задать. У нас в Одессе есть такая порочная традиция, резонансное событие какое-то, которое происходит, которое касается власти мучших. О нем много говорят, о нем пишут и снимают в СМИ, показывают по телевидению. Но потом, по доброй традиции, про него забывают, интерес к нему стухает. И потом продолжается это реализовываться вот в том направлении, в котором было выгодно людям, у которых есть власть, у которых есть деньги, у которых есть связи. Как вы думаете, вот в этой ситуации удастся замять эту ситуацию с передачей больницы скорой помощи в аренду, и уже пошли слухи о том, что ее даже планируют выкупить в ближайшее время? Ну, на самом деле, просто, когда передается лекарня в 20 лет аренду, это уже предупреждается, ну, люди, которые разбираются в этом, больше-менее, это, по сути, означает передать в приватную власть. Они уже через месяц-два юридично имеют право претендувать на выкуп остаточный цей лекарни швидкої допомоги. И, в принципе, я уверен в том, что сам в ситуации с лекарнью это не вдастся замовчить. Я уверен в том, что Одессит, громадское место, будет тиснуть на правоохранные органы, чтобы они открывали соответствующие криминальные справы про перевышение службовых повноважений. И Одесситы будут контролировать, чтобы следствие реально велося, а не было спущено на гальма. И те, что мы говорим с вами, про то, что влада постепенно выполняет певные резонансные вчинки с негативным контекстом, действительно, эти злочини, они ростут в геометричной прогрессии. Действительно, Одесситы, в большинстве своих, это люди, у которых нет времени высказывать эту ситуацию, контролировать, постепенно цікавиться, дивиться новин, анализовать там интернет-видания. Большинство людей работают и пытаются выжить, и поэтому у них нет времени времени. Но так и невероятно, колькозь злочин, которые выполняются Одессским городом Одессской районе, однозначно, выключатся вызвольную реакцию для них. Это, однозначно, ситуация с лекарью станет начатком их конца. И почему город и Одесская района позволяют себе так нахабно выполнять, повторять злочин за злочином, и доводить это до апогею, как это было сделано с лекарней. Почему? Потому что они думают себе так. У нас влада, у нас гроши, у нас купленные телеканали, у нас кишеньковые громадские активисты, громадские организації, которые выйдут на интервью нашим каналам, которые нам же и належат, и будут рассказывать, что все на самом деле в городе, что ни было не развертываются фасады исторических буд mówi, что ни было не процветают невзаконные loot, что ни было не знищуют парки и клеветы в нашем городе. Тому таким самым они создаты с Visкой municipal и при плачке Вопрос к вам как к юристу. Есть ли шанс отыграть обратное решение, о передаче этой больницы в аренду? Есть ли, скажем так, законное для этого основание, помимо открытия уголовных производств? Вопрос к вам как к юристу. Вопрос к вам как к юристу. Есть ли шанс отыграть обратное решение, в принципе, по законам здорового глузда, в принципе, по законам Украины, мали бы пояснити одесситам, чему треба вчинятие саме так и не иначе. И саме одесситы мали бы вирішувати. Потому что ця лекарня швидкої допомоги будувалось самым для них. Вот хорошо. Если мы говорим про больницу скорой помощи, существует ряд заявлений со стороны той же городской власти о том, что якобы больница нужна была на 600 человек, но она на 60 койко-мест и прочее-прочее. Это сознательная манипуляция с одесситами? Или это все-таки попытка проявления заботы? Неужели у нас та же 11-я больница, которая сейчас одна из двух больниц, куда доставляют по скорой, я имел несчастье... Слободка. Слободка, да, на Воробьево. Я имел несчастье там побывать. Вот тоже в критической ситуации, когда тебе голову пытаются замотать бинтом, который буквально разваливается в руках у медиков. И когда ты сидишь на разваливающемся стуле и ждешь, дойдут до тебя или не дойдут. Вот я не могу понять, с вашей точки зрения, вот эти якобы недостача мест в больнице, это всего лишь аргумент, это приведение какого-то эфемерного примера или действительно вот повод оставить все на своих кругах? Ну, это, как вы правильно сказали, это абсолютно очевидная манипуляция. Больше того, аргументы равня детского садочка. Что будет 60 мест, а не 600. Хоча и это было бы было переверить. Я чувствую еще и таки аргументы, что нам не нужна вся лекарня швидкої допомоги, потому что у нас и так есть в каждом районе, виявляясь, достойная лекарня швидкої допомоги, где, если человек попала в скрутную ситуацию с своим здоровьем, то ее сразу привезут. И поэтому даже эта лекарня, она географично как-то неправильно расположена, на их думку. И поэтому, соответственно, ей не имеет сенсу вводить в коммунальную властность и вводить в эксплуатацию, и, соответственно, витрачать на ней кошти міського бюджета. Это абсурд и маяшня. У нас, на самом деле, принимают только две лекарни. Как я уже сказал, Слободка и Еврейская лекарня. А если, например, человек на Таїрово, в Черноморке выключает швидку за 102, и там действительно нужна будет госпитализация, тогда что делать? Людина будет ехать на еврейскую. А если это действительно ситуация, там, где лекарь, там, где у лекарей, есть на порятунок життя люди, лечені хвилини, они должны ехать на Слободку или на еврейскую? Ну, просто абсурд, на самом деле. И это даже не дитячий садочек, это реально такие злочинные аргументы. Может, проба такая, дуже невдалими методами, выправдати свій відвертий злочин. Константин, в начале этого эфира моей коллегой Наталье Костенко был объявлен интерактив, почему в Одессе все чаще проходят митинги и акции протеста. Три варианта ответов. Первый вариант, потому что городская власть закрывает глаза на проблемы людей. Второй вариант, потому что всем уже стало понятно, как городская власть грабит Одессу, и просто людям нечем заняться, вот и митингуют. Как бы вы ответили на этот вопрос? Одессаты, не дивлячись на те, что Одессаты переважно працюють, одессаты переважно занимаются своими делами, пытаются годовать семью, выжить, в принципе, реализоваться, развиваться, особенно сейчас сезон, зарабатывать, выполнять свои капиталы для своих потреб. Все равно не можно побудовать счастье, когда вокруг все абсолютно руйнуется. И все больше и больше, с каждым днем, каждого одессаты торкается ситуация беззаконной Одесско-митинской власти. В принципе, у нас отбывается процесс реально повильной, поступовой руйнации места. Каких-то малесеньких, локальных точках? Спасибо большое. У нас, к сожалению, подходит к концу время эфира. Сейчас буквально будут новости. У нас остается время подвести итоги интерактива. За первый вариант, потому что городская власть закрывает глаза на проблемы людей, проголосовало 33% наших телезрителей, потому что всем уже стало понятно, как городская власть грабит Одессу, считает 59%, и просто людям нечем заниматься. Вот и митингуют, считает 8% наших телезрителей. Спасибо большое, что были с нами. Я напомню, что в студии вечера на седьмом был Константин Василец, замглавы областной организации ВО «Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова